Чистая Своя Матерь и святых славных и стихальных апостолов, преподобных, богоносных отец наших, святаго и живо святых отца наших, и анархиеписца по Константина Града Затаустого, святаго преподобного мученика Стефана, и Божий памятный несовершаемый святых, праведный Богу Отец, и Акиман и всех святых, помилует и спасет нас, якоблак и человека любит. Аминь, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Большое поучение из беседы святителя Анастаса Таустого. Великий пример покаяния. Человек ничтожный и отверженный, если поскользнется и падет, приносит обществу не столь великий вред, но кто с великим, с великой славой стоит, как бы на высоте, на самом верху добродетели, кто всем известен и явен, кому все удивляются, тот, если падет от искушения, причиняет великое разрушение и вред не только потому, что он сам пал с высоты, но и потому, что делает более беспечными многих из тех, кто смотрит на него. И подобно тому, как для тела, невелик вред, когда поврежден какой-нибудь неважный член, но когда потеряны глаза или порождена голова, все тело делается бесполезным, так точно можно сказать и относительно достигших высокой степени добродетели, когда они померкнут, когда запятнают себя каким-нибудь поношением, то приносят общий и тягчайший вред остальному телу. Человек не повредит тебе, если ты сам не причинишь себе вреда. Если ты чист от греха, то хотя бы тысячи мечей висели над твоей головой, Бог избавит тебя. А если за тобой есть грех, то хотя бы ты был в раю, будешь извержен из него. Адам был в раю и пал, Ивов был на гноище и был увенчан. Какую пользу принес первому рай? Какой вред причинило последнему гноище? Тому никто не строил козни, и он пал. Против этого злоумышлял дьявол, и он оказался победителем. Не отнял ли последнее у него имущество, но благочестия его не лишил? Не похитил ли его детей, но веры его не поколебал? Не растерзал ли его тело, но сокровища не нашел? Видите царя и пророка, разумею Давида, как он сражается, падает, восстает и побеждает. Видите, как налегает грех и не излагает через покаяние. Посмотрите, как он и после того, как получил благодать духа, приобрел дерзновение у Бога. После множества подвигов, добродетели, после стольких трофеев возглашает. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. О, благодарная душа! Не предал он забвению свой грех, но когда он и прощен был ему, написал его, как бы на какой картине, на своей совести. И посмотри, что отсюда происходит. Если ты будешь помнить о своем грехе, Бог не вспомнит о нем. Если же ты забудешь, Бог вспомнит о нем. Ты сделал какое-нибудь злое дело, помни о нем, чтобы владыка твой забыл о нем. Сделал доброе дело, забудь, чтобы владыка твой помянул о нем. Потому что ты сам не так скажешь о своих добрых делах, как он. А как? Слушай, если ты дашь бедному, то когда тебя спрашивают, ты говоришь, видел бедняка голодным и накормил его, а владыка твой скажет, не так, а как? Видели меня алчущим и напитали. Итак, когда ты согреешь, не жди обличения. Когда ты согрешишь, не жди обличения со стороны другого. Но прежде чем будет обличен, сам осуди свой поступок. Потому что если другой обличит тебя, твое исправление является добрым делом не твоего исповедования, а обличения другого. Если Иерей получил власть отпускать грехи против Бога, но гораздо более может опять и изгладить грехи, согрешенные против человека. Иерей есть начальник, и притом начальник, заслуживающий большего почета, нежели царь. Священные законы, самую царскую славу подчинили руке Иерере. И когда бывает нужно какое-либо благо свыше, обычно обращается царь к Иерею, а не Иерей к царю. Бог для того ни ангелов не звел с неба и сделал учителями человеческого рода, чтобы они вследствие превосходства своей природы и неведения человеческой немощи не делали нам слишком суровых прещений, но дал в качестве учителей и Иереев смертных людей, людей, подверженных немощи, чтобы самое то обстоятельство, что и говорящие, и слушающие подлежат одинаковой ответственности, служило уздой для языка говорящего, не дозволяя ему делать обличение сверх меры. Для чего же я это сказал? А для того, чтобы вы не говорили, что ты, де, будучи чист от грехов и свободен от скорби, бывающий после обличения, с великой силой наносишь нам слишком тяжкое сечение. Я первый чувствую скорбь, потому что и сам повинен в грехах. Аминь. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Причастники благодарим, Господь, за принятие святых тайн. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, что Ты не ответил меня грешника, но удостоил меня приобщиться святынь Твоих. Благодарю Тебя, что меня недостойно причаститься и причистить Твоих небесных даров Ты удостоил. Но, Владыка, человеколюбец, ради нас, умерший, воскресший, даровавший нам эти страшные утворящие Твои таинства, во благодеяние освещения души и тел наших, сделай, чтобы они были мне во исцеление души и тела, в отражении всякого врага, просвещение чьей сердце моего, в мир душевных моих сил, веру твердую, в любовь нелицемерную, в исполнение мудростью, соблюдение заповедей Твоих умножения, Божественной Твоей благодати, Твоего Царства приобретения, чтобы сохраняемое имя во священии Твоем я всегда помнил милость Твою и жил уже не для себя, но для Тебя, нашего Владыки и Благодетеля, и таким образом, уйдя из дешней в жизни надежды на жизнь вечную, достигая места вечного покоя, где непрестанный глаз, празднующих и бесконечное наслаждение, взирающих на несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты истинна, цель стремления, неизъяснима радость любящих Тебя, Христе Божий наш, и Тебя воскрывает сотворение во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков, Создатель всего мира, благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне за причащение, причистных, сотворящих Твоих Таинств. Молю же Тебя, благое человека, любивый, сохраняя меня под кром Твоим, и в тени крыльях Твоих, и дарами чистую совестью до последнего Майгос Дохова, достойно причащается святынь Твоих прощений, грехов уже вечной, ботиклей в жизни источника священия, податель благ, и Тебе слава высылаемся, Отцом и Святым Духом, ныне и всегда, и во веки веков, аминь. Давши ты еще мне плоти, добровольно Ты огонь, сожигающий недостойных, не сожги же меня, Создатель мой, пройди лучшие члены тела моего, все суставы во внутренности сердца, и сожги тернии всех моих согрешений, душа, очисти, освети мысли, колени утверли с костями вместе, просвети пять главных чувств, игу меня пригвози, страхом пред Тобой, всегда защищай, храня и береги меня, от всякого вредного для души делай, слово очищай, умывай, устрояй меня, украшай, разумляй и просвещай меня, яви меня Твою обителю, единого духа и уже не обителю греха, чтобы бежали от меня по принятию причастия, всякий злодей, всякая страсть, как от дома Твоего кап от огня, а да, ты имя за Тебе, за себя Тебе представляю всех святых, начальников, ой, безплотных, предтечу Твоего мудрых апостолов, и святых Твою непорочную чистую Матерь, приими их молитвы, милосердный Христос, мой Сыном Света, соделать Твоего служителя, ибо Ты единое благое освящение, так же сияние душ наших, и Тебе как подобает Богу и Владыке, всем их славу высылаем каждый день. Дел Твоя, Святой Господи Иисусе Христе Божий наш, да будет мне жизнь вечную, кровь Твоя драгоценная, прощение грехов, да будет же мне это благодарение, в радость, здравие и веселье, страшно же и второе пришествие Твоя, сподоби мне грешника, стать справа от славы Твоей, по ходатайствам всечистой Твоей Матери, всех Твоих святых, аминь. Пресвятая Владычица Богородица, свет по мраченной моей души, надежда, покров, любежущего утешения, радость моя, благодарю Тебя, что Ты сподобила меня недостойного, стать причастником, причистого тела и драгоценной крови, Сына Твоего, но родивший истинный свет, просвети духовное очи сердцем и Его источник, бессмертия родившая, оживи меня, умершленного грехом, милостивого боголюбящего, милосердия Матери, помилуй меня и дай мне умиление, сокрушение сердца, моим свирением, мыслей к моих и призваниях, полнослов добрый, когда пленет бывает разумною, достой меня до последнего, моего вздоха, не в осуждении, принимайте святыню, причистых таинств, но в исцелении души и тела, и подай мне слезы покаяния, благодарения, чтобы мне воспевать и прославлять Тебя в осенней жизни моей, ибо Ты благословенна и прославлена во веки, аминь. Ныне отпущаешь и рабат, веку, владыку, по благоу, ты ему с миром, вековидество, отчима и спасение Твое, ежи и сюгатол, предыдущим всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих, израилям. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пристной и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи нашего владыка, проси беззакония наше, святые посетители, немощи нашей имени, Твое Бураде. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пристной и во веки веков. Аминь.